Субтитры создавал DimaTorzok Бронабуды снова заполыхали. Нам сейчас говорят, что боевики начали обстреливать высоту Тальхаваш, пока туда прилетают мины, и по ребятам Тигра, которые ее обороняют, работает ЗУ-23. Если они ее возьмут, то вот по этим дорогам, по этой местности, так просто не поездишь. Я думаю, туров у них много, и они уже наготове. ВЫСТРЕЛЫ Односторонним прекращением огня со стороны сирийской армии воспользовались вовсе не гражданские лица, о которых так упорно говорили в ООН несколькими днями ранее. Террористические группировки из Большого Идлиба за эти три дня подтянули крупное подкрепление. Замысел был прост. Ударить объединенными силами на узком участке фронта и пробить брешь сирийской обороны. Далее, скорее всего, планировалось развить успех и отбросить правительственные войска на исходные позиции до начала операции в Северной Хаме. Таким образом, покровители боевиков могли получить козырные карты перед следующим раундом переговоров по Сирии. Около 17 часов 21 мая боевики начали артподготовку. В это время первосмертник уже готовился привести в действие свою адскую машину. Дьявольский замысел не удался. Террорист Камикадзе потерпел неудачу. Его остановила сирийская противотанковая ракета в 500 метрах от Кафарнабуды. В той атаке боевики потеряли минимум 4 танка и 1 БМП. Первая атака в 5 часов была полностью отражена правительственными войсками. Ночью боевики подтянули дополнительные силы и все-таки смогли войти в город Кафарнабуда. В городе завязался бой и к утру подразделения сирийцев отошли к его окраинам. Кафарнабуду начала ровнять землей, артиллерия и авиация. Кафарнабуду 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...